МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. На страже закона 12 января исполняется 300 лет со дня образования российской прокуратуры. Мечты сбываются. Председатель городской думы Антон Ульянов принял участие в акции «Елка желаний». «Делай, как я!» кадет военно-спортивного отряда «Барс» Ирина Борисова стала победителем в финале всероссийского конкурса. Далее расскажем обо всем подробно. 12 января 1722 года указом Петра I была учреждена российская прокуратура. В этом году один из старейших государственных институтов отмечает 300-летний юбилей. Чем сегодня занимается прокуратура и как может помочь гражданам, расскажем в следующем репортаже. От бытовых вопросов до глобальных. Практически с любой проблемой можно обратиться в прокуратуру. Залили квартиру, не почистили дороги и тротуары, в больнице удержали и не выдали лекарства или средства реабилитации, задержали зарплату или пенсию. Со всем этим разбираются сотрудники прокуратуры, потому что одно из главных направлений их работы – надзор за исполнением законов. По социальным правам граждан однозначно надо обращаться именно к нам. Защита прав предпринимателей – это тоже наш основной вид деятельности. Если граждане стали свидетелями нарушений в сфере закупок, бюджетного законодательства, то есть такие нарушения. Ну и в принципе в сфере ЖКХ, а нарушений в сфере труда – это мы однозначно занимаемся надзором за выплаты заработной платы. Некоторые происшествия в Сарове тоже привлекли внимание прокуратуры. Например, сотрудники наложили штраф на директора подрядной организации, которая делала ремонт детской музыкальной школы. А засрыв работ в парке по улице Сосина, директоры и вовсе отстранили от обязанностей. Кирилл Семенов рассказывает, что в городе также нередки случаи – кражи с банковских карт. Наша деятельность, она далека от телевизионной романтики. Работа прокурора – это тяжелый труд, потому что действительно высокие нагрузки и большая ответственность за принятие решений и постоянная работа с людьми. Поэтому, конечно, в данном случае нам приходится работать и допоздна, и без выходных. И главное – уберечь себя от профессионального выгорания. Сегодня российская прокуратура отмечает свое 300-летие. История ведомства началась с указа Петра I от 12 января 1722 года об учреждении органов прокуратуры. И по сегодняшний день в числе приоритетных направлений прокуратуры остается борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и интересов граждан. Хотелось бы поздравить всех работников прокуратуры с этим днем. Соответственно, пожелать им семейного благополучия, успехов в дальнейшей деятельности, карьерного роста. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Председатель Саровской городской думы Антон Ульянов принял участие в акции всероссийского проекта «Мечтай со мной, елка желаний». Антон Сергеевич исполнил новогодние желания двух юных саровчан. Подробности в следующем репортаже. Впервые на лед Иван встал около трех лет назад. Поначалу просто катался, затем начал играть в хоккей с ребятами. Вот только в этом сезоне старые коньки подвели, стали совсем малы, и о любимом хобби пришлось на время забыть. Тогда мальчик решил написать Дедушке Морозу и рассказать ему о своем самом заветном желании. Письмо отправила и его сестренка. Дарья попросила у доброго волшебника кукольный домик. У нас куклы – это наша любовь. А домики уже, да, становимся маленькими мамами, начинаем играть самостоятельно. Современные дети, к сожалению, плохо играют одни. Они хотят, чтобы их развлекали. Но пытаемся воспитываться. Поэтому домик нам очень пригодится. Добрым волшебником для ребят стал председатель Саровской городской думы Антон Ульянов. О мечтах ребят он узнал, сняв волшебный серебряный шар с елки желаний. В этой благотворительной акции исполняются мечты ребят от 3 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья или тех, чьи заболевания угрожают жизни, а также сирот и детей из малообеспеченных семей. Вот вроде бы как подарки дарят детям и радоваться должны они, но почему-то радуются взрослые, которые дарят эти подарки. И это приятно, потому что мы можем это сделать, а для них это может быть какое-то желание, к которому они бы еще долго шли, а теперь они будут мечтать о чем-то другом. Поэтому невероятно интересный, важный проект, который помогает на самом деле и взрослым, и детям. К акции не остались равнодушными и предприниматели Сарова. Когда они узнали, для кого Антон Сергеевич покупает коньки, то в одном из спортивных магазинов города ему отдали их бесплатно. О толщине льда на водоемах Сарова сообщил департамент городского хозяйства. На пруду Боровом вода промерзла на 32 сантиметра, на Сатисе толщина льда 28 сантиметров, на Саровке 15. Специалисты отмечают, что подо льдом во многих местах бьют ключи, которые подмывают лед. При выходе на водоемы сыровчанам необходимо соблюдать особую осторожность. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Минтруд напомнил, как россияне будут отдыхать в праздничные дни в этом году. В честь Дня защитника Отечества 23 февраля. В честь Международного женского дня с 6 по 8 марта. В честь Дня труда с 1 по 3 мая. В честь Дня победы с 7 по 10 мая. Ко Дню России 11, 12 и 13 июня. В ноябре в честь Дня народного единства с 4 по 6 ноября. 31 декабря не рабочий день, так как приходится на субботу. Стартовал региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Финалисты получат серьезные льготы при поступлении в ВУЗы. Дипломы Олимпиады действуют 4 года и дают право поступления в любой российский ВУЗ без вступительных испытаний на любое направление подготовки, которые соответствуют профилю Олимпиады. Региональный этап проводится по 24-м общеобразовательным предметам и продлится до 25 февраля. Кадет военно-спортивного отряда «Барс» школа номер 5 Ирина Борисова стала победителем в финале Всероссийского конкурса «Делай, как я» в номинации «Вперед к вершине». А Анжелика Баканова вошла в топ-15 лучших участников. Подробности в следующем репортаже. «Делай, как они» – девочки-кадеты военно-спортивного отряда «Барс» школы номер 5. С виду нежные и хрупкие, но внутри у них сильный стержень, колоссальная сила воли и духа. Финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Делай, как я», который прошел в городе Владимире, покорила саровчанка Ирина Борисова и стала победителем в номинации «Вперед к вершине». Программа конкурса была достаточно разнообразной. Это и тестирование по истории, и знание топографии, и физическая подготовка. Физическая подготовка у нас заключалась в выполнении нормативов, то есть это отжимания, подтягивания на низкой перекладине у девушек, челночный бег, сборка-разборка автомата калашникового снаряжения магазина. Ирина всегда привлекала военная служба. Уже с седьмого класса девушка хотела поступить в военный вуз, чтобы защищать свою родину. Конкурс «Делай, как я» помог ей еще лучше подготовиться к армейским будням и проверить себя на выносливость. А поступить Ирина мечтает в Военно-космическую академию имени Можайского. Морально, физически, честно, было тяжело, было непросто. Это и вот это психологическое напряжение, все же это конкурс, это соревнование. Все твои вроде как друзья все же соперниками являются. Физически тоже всегда мышцы болели, уставали очень сильно, не высыпались даже. Сначала Анжелика Баканова училась в музыкальной школе, но однажды, попав на Зорницу, девушка поняла, что хочет заниматься именно военной подготовкой. В первый раз Анжелика не прошла отборочный тур на конкурс, но попробовала свои силы еще раз. Вышла в финал и вошла в топ-15 лучших воспитанников военно-спортивных отрядов страны. Самым сложным это был второй день, мы выезжали в воинскую часть и там уже сдавали физическую подготовку, стрельбу и топографию. Это был один из самых сложных дней. Помимо того, что были сложные конкурсы, интересные мероприятия, было очень много хороших людей, с которыми впоследствии мы сейчас продолжаем общаться. Теперь достигнутые результаты на всероссийском конкурсе «Делай, как я» дадут дополнительные баллы и помогут девочкам при поступлении в высшие военные вузы страны. В клинике инновационной травматологии оказывают помощь пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 12 января состоялось открытие филиала КИД на улице Зернова, 61-3. Саровчане познакомились с направлениями клиники и оборудованием премиум-класса. Также среди гостей провели розыгрыш 10 сертификатов по 3000 рублей на любые виды услуг. Подробности далее. Цель клиники превратиться в современный квалифицированный восстановительно-реабилитационный центр. Гостей праздника встречали на крыльце клиники. Здесь можно было написать свои данные на листке и бросить его в урну для розыгрыша. 11 человек стали обладателями подарочных сертификатов по 3000 рублей на любые виды услуг. В адрес работников клиники прозвучало много теплых слов и поздравлений. Спасибо вам. Я поздравляю вас с таким замечательным событием, открытием нового офиса. За такое короткое время вы достигли таких больших успехов. Это действительно хороший пример для всех предпринимателей нашего города и не только. И я, честно, искренне очень надеюсь, что предпринимательство в Сарове будет развиваться по вашему примеру так же быстро и так же успешно. Свои двери для пациентов клиника инновационной травматологии имени Цыпкина впервые распахнула 6 июля 2020 года. За такой короткий срок КИД стала многопрофильным учреждением, сумела завоевать доверие и любовь пациентов. В первую очередь это заслуга врачей. Здесь собрана команда высококлассных специалистов. У каждого за плечами внушительный опыт и безукоризненная репутация. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. У нас очень амбициозные, грандиозные планы на будущее. И все это во благо наших пациентов. Уникальной особенностью нашей клиники сейчас становится то, что здесь могут получить не только консультацию, но и пройти полный комплекс от диагностики, включая рентгенологию, ультразвуковое обследование, функциональную диагностику, и заканчивая реабилитацией физиопроцедурами и массажем. Торжественную часть закончили разрезанием ленты. Для пациентов и гостей праздника провели экскурсию по новому зданию, показали оборудование премиум-класса. Мануальная терапия, неврология, спортивная медицина, массаж и лечебная физкультура. Это далеко не полный список новых направлений работы клиники. Также мы оказываем помощь пациентам как по ОМС, так и по ДМС. По МС у нас пока небольшой объем помощи. Что такое ОМС? Надо пояснить. Это обязательно медицинское страхование, то есть это бесплатная медицинская, скажем так, помощь. Также мы при необходимости можем прооперировать на базе других центров пациентов. В данный момент мы осуществляем депротезирование в городе Арзамас. Здоровье – самый ценный капитал человека. Позаботиться о нем вам помогут специалисты клиники инновационной травматологии имени Цыпкина. Новый филиал расположен по адресу улица Зернова, 61-3, телефон 599-85. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 14 по 17 января там пройдет медовая феерия. Сезон простуд в разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку в течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советский ГОСТ температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед, акации, гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложит вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Пирга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже с сот, она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 14 по 17 января с 10 до 17.00. Нет возможности прийти? Доставим. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипет. Все вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры подогнал «Симон»!